Друзья, значит, вот Боб закончил, теперь нам немножко легче стало, мы теперь по-русски будем общаться, хотя Боб ужасно нам помог, я его просил об этом, и он, в общем, прореагировал, это шикарно, то, что он сделал, мы ему должны быть благодарны. У меня предложение, сейчас мы послушаем три выступления коротеньких, минут по пять, не больше, это я специально для Климова говорю, потому что я буду пять минут говорить, потом будет Пархомов говорить пять минут, и потом мы Анатолия Климова попросим тоже пять минут рассказать об экспериментах именно с частицами, неизвестными частицами. Вот я сегодня уже говорил, что я предпочитаю употреблять термин неизвестные частицы. Ну вот, я начинаю свое, так сказать, выступление на эту тему, оно будет, я надеюсь, не более пяти минут. Во-первых, я хотел, у нас тут собрание такое людей, которые занимаются и в основном интересуются экспериментом, потому что теоретические построения, они, конечно, очень помогают, но тем не менее иногда и уводят куда-то в сторону, поэтому нужно опираться на факты. На факты, а факты это эксперименты. Я вам хотел, во-первых, показать эксперимент с вращающимися магнитными, вращающимися магнитными выкрутильными весами. Вот, этот эксперимент уже видели люди, но я хочу еще раз его показать, потому что сейчас у нас более солидная аудитория. Это эксперименты Баранова и Зателепина, которые были сделаны где-то года 3-4 назад. Вот я запускаю сейчас это. Вот вы видите на своих экранах вращающиеся крутильные весы, на которых это пластиночка из тонкого никелевой фольги, на которой укреплены неодимовые магниты. И вот при подносе, вот там внутри, за этой пластиночкой вращающейся, внутри расположен реактор, в котором... И не только тебя, но не твою презентацию. О, извиняюсь, извиняюсь. Сейчас попробую включить. Сейчас попробую включить, извините. Да, конечно, я должен включить вот таким образом. Вот сейчас, сейчас видите мой экран? Сейчас должны видеть мой экран. Кто-нибудь подтвердите, что виден мой экран? Никто, все молчат почему-то. Ну, слава Богу скажу. Пока не запустил, идет запуск только. Вот сейчас видно? Это черный. Черный. Черный экран пока. Ну, значит, вот сейчас откроется он, потому что я запустил. Вот, мы видим, значит, вот фольгу, укрепленную. Когда появится, подтвердите, что появилось видео. Кто-нибудь видит, как вращается? Нет, пока нет. Черный экран видим. Видимо, у них тормозит этот самый, тормозит это видео, и оно не показывается. Кошмар, что же это такое с этим? Вот это видео такое странное, оно почему-то не хочет показываться нигде. Ну, ладно, хорошо, тогда я это останавливаю, не буду вас в этом плане мучить, и покажу другую демонстрацию. Мне хотелось, вот я словами скажу, словами скажу. Дело в том, что мы с Барановым обнаружили некоторое время назад, что пластиночка с магнитами, никелевая пластиночка, фольга, по сути дела, которая укреплена наподобие крутильных весов, в окрестности генератора, она начинает вращаться. Ну и вот это вот я вам тут хотел показать. К сожалению, это не получилось. А сейчас я попробую включить другую презентацию, презентацию Баранова, доклад Баранова, который тоже очень важен, который относится к теме нашей сегодняшней, сегодняшнего вебинара. Баранова, вот сейчас видите мой экран, картинку? Черный экран. Алло, видны два пятна такие красивые? Пока не видно. Черный экран видно. На нем написано, Валерий Затетелетин запустил демонстрацию экрана. Друзья, давайте мы попробуем отключить видеодемонстрацию на своих объявлениях о вашей фамилии. Там есть звук и видео. Давайте видео отключим, потому что невозможно, видимо, компьютер не обрабатывает данные. Отключите, пожалуйста, видео у себя. Каждый на своем экране. Своё видео. Вот Саша Пархомов отключил, я вижу. По-прежнему не видно ничего? Нет. Что-то более глубокое. А у тебя на экране-то видно? Я вижу прекрасно. Попробую еще раз отключить демонстрацию экрана и снова включить. Ну, сейчас попробую. Я вижу, что все отключили, а все равно, значит, вот. Нет, это самое. Не получается. Вот включил. Вот, теперь видим. А, Саша, спасибо. Значит, посмотрите. Итак, вот предыдущая неудачная демонстрация, показывала, что с помощью вращающихся крутильных весов, имеющих магнитные свойства, около реактора никель-водородного, очень активно они крутятся, причем минуты полторы-две, пока... Какие две? Минут десять, пока не закрутится очень сильно нитка, на которой, значит, это подвешено. А вот это демонстрация слайда из доклада Баранова, эксперимента 2007 года. Вот смотрите. Вот этот вот кружочек, вот этот кружочек, это, значит, это детектор, альфа-детектор, который он располагал рядом с висмутовой капелькой, которая находилась некоторое время, раствор висмута, который находился некоторое время под большим полем. Под большим полем. Это специально я для Максима Фомичева говорю. Поле должно быть большим, в котором этот висмут находится. После этого висмут был высушен, это был раствор висмута, и размещен на золотой отполированной пластинке альфа-детектора, специального такого дорогого, довольно альфа-детектора. Вот посмотрите, какую картинку мы имеем на этой отполированной золотой пластиночке через некоторое время, над которой был расположен этот самый, вот этот кусочек высушенного, кусочек висмута. Все исчерчено, бог весть чем. Прямого контакта не было, какие-то странные частицы образовались на это самое, как будто из висмута что-то перелезло вот на эту пластиночку. Но я показываю не только для этого вот этот слайд, я показываю еще для того, вот правое, обратите внимание, правое вот это пятно, это тот же самый, тот же самый, тот же самый детектор, этот детектор, альфа-детектор спустя 9 месяцев. Вот слева 9 месяцев назад, справа 9 месяцев вперед. спустя 9 месяцев. И на нем появились новые следы. Никакого уже висмута туда не подносили. Лежало где-то в стороне, в коробочке, вот этот альфа-детектор. И вот здесь вот внизу продолговатая такая, вот эта вот, как бы, картинка продолговатая. Вот такой след, вот видите, волнистый, как будто кто-то, как будто тряпкой кто-то провел. Но это увеличено. Вот здесь стрелочка показывает, что вот так вот здесь пролегла какая-то странная линия, которой не было 9 месяцев назад. И этот висмут, вот этот детектор лежал в коробке, совершенно отдельно. И вот такая вот странная вещь. Вот и ниже, вот я хочу показать, вот сейчас, дело в том, что кроме вот таких следов, кроме таких следов, показывается еще и спектр излучения, показываемый этот же альфа-детектор, меняется. Вот через 9 месяцев, через 9 месяцев, вдруг ни с того ни с сего активизировался очень этот детектор и стал показывать в течение 7 часов, показывать очень значительный альфа-фон, типичный для распада висмута-212, который в природе в принципе не существует. И это, вот ядерщики умеют этот распад этот обнаруживать, он с особыми последовательностями энергии осуществляется этот распад. То есть, такое впечатление, что 9 месяцев что-то происходило и потом бух, какой-то берст и что-то вдруг выстрелило. Вот это вот, мне кажется, одно из первых свидетельств того, что я знаю, по крайней мере, в истории Ленера, того, что спустя длительное время, тем не менее, тем не менее, активность какая-то происходит вот у тех веществ, которые участвовали в Ленер-реакции. Я хочу напомнить присутствующим на вебинаре о том, что вот эксперименты флешмана-японса, если кто смотрел ихнюю первоначальную статью 1989 года, тот наверняка обратил внимание, что какое время их эксперимент длился, вот это интересно. Кто-нибудь знает или нет? Вот я могу вам сказать, более 70 дней, ни часов, ни минут, ни секунд, 70, по-моему, 72 дня. Только на 72-й день возникли какие-то странные всплески. То есть как будто там происходило 72 дня происходила реакция электролиза, как будто что-то готовилось и потом на 72-й день почему-то вдруг вот так вот выстрелило. Вот это мне тоже хотелось обратить внимание на это, потому что флешмана-японса это как-то прошли мимо этого обстоятельства. Вот Баранов в своей статье вот он на это обращает внимание. Это одно из первых, как мне кажется, свидетельств того, что это какой-то отложенный процесс, понимаете, вот он происходит через некоторое время. Я на этом свое выступление заканчиваю и прошу дать, мы договаривались, вот Саша Пархомов тоже немножко на эту тему выступит. Саша, пожалуйста. Ну вот я включил изображение. А картинку как включить? Саша, вот опусти кюрсор вниз. Демонстрация экрана. Демонстрация экрана зелененькая. Нажми, она будет красненькая и перескочь наверх. Просто нажми вот эту вот мышкой на демонстрацию. демонстрация экрана. Надо меня вывести на первый план, тогда меня запущу. А ты на первом плане? Нет, на первом плане у меня вот твоя картинка. Я нажал демонстрацию и делал. А, вот я уберу. Убираю. Теперь твоя... А, ты помнишь, что я тебе говорил, что... Александр, нажми внизу демонстрация экрана. Выбери твою презентацию. нажимаю, демонстрируется экран, который вывести летом. Нет, слушай, нажми демонстрацию экрана, потом выбери то, что у тебя запущено. Демонстрация экрана разрешена всем, поэтому и тебе в том числе мышлю нажмите, а мышлю работает. У меня показывается экран в виде моего конфета. а не с моего. Ну, ты можешь у тебя... Меня можешь вывести вот на большой экран? Ты на большом экране. У тебя мышь не работает. На большом экране вот твоя борода. Ну, Нет, ты на большом экране, ты на большом экране, но не в этом дело. Ты внизу видишь зелененькую кнопку демонстрации экрана? Я уже три раза нажимал, у тебя мышь не работает. Мышью работает. Вот я нажимаю и появляется демонстрация своего экрана. Найдем наверху на своей экономии закрепить видео нажать. Ну, Валера, попробуй ты вниз спуститься и закрыть свою демонстрацию экрана. Там тоже у меня закрыта она. У меня она закрыта. У тебя она зелененькая, да? Да, конечно. Сначала на своем изображении наверху где три точки синенькие. У меня зеленая демонстрация экрана. У Саши у тебя красная загорается или нет? У меня зеленая демонстрация экрана. Она должна быть красной. Прямо на нее нажми на вот эту на зелененькую. Вот нажимаю и опять то же самое. Ладно, давайте тогда сделаем следующее. У нас второй выступающий третий вернее Климов. Может быть ты попробуешь. Может быть у тебя получится. Ты меня включи на большой экран. Сейчас ты говоришь что ты на большом экране. Климов ты включаешь а меня не включил на большой экран. Нет, ты на большом Саш ты на большом. Ты не волнуйся. Это каждый сам себя включает. Как только ты начинаешь говорить ты на большом становишься. Так устроен зум. Слушай, но я на большом или на мажек? Ты включи демонстрацию экрана. Включи. Я буду говорить сначала, а потом это все. Ну говори, мы тебя слушаем. Вот. ну все-таки значит я должен извиниться. Извиниться. На большом экране я вижу тебя, Валер. А тебя не вижу. Ты тебя все видят. Тебя все видят. Ну значит вот смотрите. я должен извиниться. Я думаю почему-то все впутанность произошла, что завтра будет у нас семинар. Поэтому я должен извиниться, что сделаю сообщение так. Ну вкратце мне просто хотелось значит ну как бы прелюдию что ли сделать тогда. Я хотел напомнить вам, что приблизительно в те времена, когда началась вот история с развитием СВЧ-оружия у нас в стране значит и с изучением вот физики СВЧ-плазмоидов, о которых мы вот с Бобом сегодня обмолвились. Значит приблизительно в это же время значит вот академик Абраменко он сделал свою интересную генератор разъемного типа, который позволял значит вот получать на выходе значит уникальный объект. Вот я постараюсь сейчас вот показать просто фотографии значит вот значит это вот внизу это значит вот имеется у вас сам генератор который дает ну довольно необычный плазменный объект в виде струи она пронизывает вот здесь посередине вы видите она горизонтальная или вертикальная должна быть? в нормальном виде она как вот стоит стреляет снизу вверх понятно внизу это то есть сопло вот это значит эрозионный плазматрон что такое сам эрозионный плазматрон это по сути дела значит вот некая вставка значит разрядный промежуток в котором значит с одной стороны имеется отверстие очень тонкое значит миллиметрового размера и с верхней стороны допустим это плексовая пластина из оргстекла приложен электрод и с нижней стороны и вот через это отверстие значит происходит разряд который производит испарение рабочего вещества и она вот выбрасывается углеводородного вещества выбрасывается наружу вот в виде такой коллинированной струи всех так сказать вот озадачил первый результат тот что значит струя имеет вот такой как лазерный значит коллинированный характер и не расходится как обычная струя в обычном воздушном затопленном пространстве так вот значит ну мало того что вот газодинамические свойства этой струи очень необычные ну допустим если падуть на нее сбоку то вот вы видите значит что значит сбоку находится вот сопло которое пытается вот взаимодействовать с этой струей видно что она расщепляется на три компонента зеленая вот она так сказать крутится значит выдувается какая-то компонента и есть компонента которая вообще как будто не замечает поток как шла так ну ее назвали сверхтекучая компонента условно как будто так сказать нет взаимодействия с потоком вот ну и что самое странное вот этот вот объект имел очень сильно выраженные значит электрические магнитные свойства вот если приложить к верхнему электроду значит потенциал порядка там ну нескольких киловольт значит определенной полярности значит ну а именно это должен быть отрицательный потенциал то видно что струя не проходит через сетчатый электрод и останавливается так сказать запирается между вот пушкой и значит верхним электродом то есть можно электрическим полем остановить ну довольно значит скоростную струю скорость которая составляет километры в секунду так сказать в воздухе само по себе это уже достижение как такая километровая струя вот пробивается сверхзруковая струя пробивается сквозь толщую атмосферу но применительно к нашему разговору коль скоро меня Валерий Николаевич просил значит все-таки значит показать то что относится к настоящему разговору вот вы видите что значит помимо всего прочего иногда выбрасываются вот некие трассирующие пули значит вот такие вот некоторые снаряды корпускулярного типа но которые крутятся и получается вот такая трассирующая траектория значит причем она довольно интересная она может ни с того ни с сего значит вот как на верхнем кадре видите так сказать там давать звезды всякие может взаимодействовать активно значит смешение и вот один из экспериментов который мы сделали с Барановым значит он собственно Баранов у нас эта статья опубликована в трудах вот конференция Юрия Николаевича Бажутова заключалась в том что вот эти трассирующие пули они обладают очень большой проникающей способностью сквозь вот значит ну допустим какие-то там преграды значит вот для того что металлические листы и значит вот эти вот пули они являются как бы носителем мягкого рентгена вот сама вот эта пулька она вперед излучает по направлению движения значит вот резко выраженный такой прожекторный рентгеновский луч то есть калинированный луч значит ну и вот коль скоро эта частичка она еще обладает электрическими магнитными свойствами мы пытались вот эту частицу заставить крутиться естественно ну и вот эта крутящаяся частица на пути ее ставили там значит рентгеновскую пленку защищенную то есть черной бумагой так вот значит как она скакала такими вот по циклой она оставляла вот эти вот точки значит вот на бумаге засветку типичную засветку это все опубликовано у нас вот значит что осталось заказать это очень интересное наблюдение потому что мы делали разные так сказать подкладывали фильтры и вот она пробивала там до миллиметровых размеров так сказать вот алюминий спокойно могла вот вот это вот значит излучение проникать и засвечивать пленку то бишь вот уже само по себе воздействие с магнитным полем с электрическим полем вот засветка рентгеновских пленок уже делала вот этот трассер очень интересным объектом так вот кроме того скоро свечение обусловлено как мы выяснили с помощью скоростной съемки вращением этой частицы и вот с точки зрения газодинамики вообще оказывается непонятная вещь ну представьте что у вас так сказать крутятся частицы идет модуляция света вы видите это прекрасно на фотографии значит и что происходит дальше значит ну если у вас мяч крутится он должен двигаться так сказать известный эффект магнуса должен завернуть траекторию значит и отклонить этот мяч так сказать в девятку он не попадет ворота он может быть мимо пролетит ворота в этом плане что удивительно что вот эффект магнуса на эти частицы не действовал значит они значит летели по прямой линии значит а вот могли по пути разлетаться на составляющие пули на составляющие ядра получалась такая типичная вот эта вот значит картинка с этой звездой когда там раздалось несколько осколков и более того значит вот такая значит частичка не отклонялась не отклонялась долгое время а потом резко под прямым углом значит изменяла свою профессию с точки зрения обычной физики с точки зрения газодинамики но совершенно вроде непредсказуемые необычные так сказать кольбиты вот такой вот значит заряженной и высокоэнергетической физической которая добро получает рентген это вот было наблюдалось на нем аж 10 лет назад и вот ну мне кажется мне кажется имеет большое вот если говорить вот про выступление Боба Гринье я ему хотел просто поставить вот публикации которые ну как-то остались незамечены на самом деле вопросов в рождении этих частиц физики этих частиц в газодинамики этих частиц значит остались за кадром их осталось очень-очень много а зачем я начал я вернусь к началу разговора все-таки вот этот вот эрозионный плазматрон он дает ну с точки зрения Лемр абсолютно интереснейшие вещи связанные ну в первую очередь с трансмутацией то есть у вас кроме органики допустим в этом плазматроне ничего нет ну известно оргстехоз состоит из углерода водорода то что нам надо и кислорода в спектрах когда вы смотрите так сказать вот вылетающих из этого плазматрона значит алюминий как я говорил в прошлый раз всегда есть значит кальций иллюзионный всегда есть то есть появляются элементы которые неожиданные для так вот если говорить про трансмутацию и вот энергосодержание этой струи то это было так сказать существенно раньше было сделано так сказать всяких экспериментов Лесмана и Хронца это началось вот эти исследования в 80-е годах прошлого лета века проводились и уже в то время в нашей книге шаровая молния в лаборатории был померен энергетический баланс вот этой струи было показано что там вот если вы эту струю запустите в газовый калорий стрельный террас импульсный режим все контролируемо сколько в банке Джоли известно ну вот это опубликовано в нашей статье в 2-4 раза баланс не сходился больше выделялась энергия в инертном газе я подчеркиваю это никакое не горение по сравнению с тем что мы вкладывали электрические энергии вот в этот эрозионный плазматрон поэтому мне кажется этот объект представляет особое внимание для нашего комьюнити и вот интерес к нему как-то незаслуженно был забыт вот хотелось бы отдать должное работам Ремилия Кировича Авраменко и его коллег вот повнимательнее нашему нашему комьюнити поизучать эту работу и продолжить это изучение все я закончу спасибо Анатолий Анатолий Иванович ну вы же не догадались собрать пресс-конференцию это самое Нью-Йорк Таймс там и прочих товарищей из университета Ютты поэтому это уже ваша вина тут некого винить в этом так Саша Пархомов может быть ты еще раз попробуешь А вот я вышел вышел на экран и попробую Да не в этом дело ты демонстрацию экрана включи Она демонстрация идет совсем вне вот 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 видим видим Саша все здорово Видно, да? Да, да, да Вот это, да? Да Видим, видим там вот это вот фрагменты трека на стекле Ну, смотрите вот в нашей лаборатории мы испытывали много всяких реакторов и никелеунородных и электроплазменных и газоразрядных И, конечно, мы не упустили возможности изучать вот это вот равное явление о котором идет речь Ну, на первой сначала мы просто коллекционировали красивые вот эти вот картинки третьи вот здесь вот показываю например ну, вот это вот верхняя картинка она такая довольно типичная это такого типа картинки называют след протектора видите вот если бы что-то типа полиса катилась и там если бы был узор то он бы периодически повторился но если бы только такие картинки были но на самом деле огромное разнообразие всяких вот таких треков было которые даже трудно как-то систематизировать вот смотрите вот внизу трек на метри сбора вот он ну какие-то типа ворсинки идут на все стороны но может быть трещины если посмотреть вот в электронном микроскопе видно что тут очень сложная структура вот эта повторяющаяся она однозначно повторяется но очень сложная и вообще трудно как-то вот понять чтобы такое такое нарисовать нужен такой-то очень-очень сложный процесс а вот посередине фрагмент трека на стекле ну чтобы у меня в лаборатории видел этот трек растянутый на всю стену длиной больше примерно 6 метров вот этот трек он чем интересен ну он сам по себе такой интересен что внутри какое-то ядрышко и в обе стороны идут такие почти симметричные почти симметричные изображения но самое загадочное вот что когда в оптический микроскоп вот очень хорошо виден то есть понесли его на электронный микроскоп и не смогли ничего увидеть и долго-долго маялись в чем же что-то дело когда наконец поняли что этот трек не на поверхности как обычно а он точно посередине стекла это было предметное стекло которое используется микроскоп в точности посередине этого стекла вот прошел быстрее вот такое уникальное явление вот когда вы это зафиксировали в каком это году было это было ну это где-то 15-16 год вот а вот здесь изображения полученные в электронном сканирующем микроскопе тоже видите очень разнообразные картинки очень даже такие четкие четкие узоры повторяющиеся ну надо сказать что не всегда такие узоры есть третье и большинство треков таких где нет таких узоров просто как бы что-то скребет по поверхности ну вот такие вот удивительные рисунки которые как их создать это просто это нарочно ты их не нарисуешь и не делаешь нарочно а как это в природе происходит это очень непонятно и удивительно но потом к нам пришел Влад Джигалов и он да и мы и он перешел от вот таких эпизодических наблюдений к систематической работе и прежде всего он нашел нашел критерий который позволил количественно анализировать вот это вот разношерстное явление ну по крайней мере устанавливать определять интенсивность этого явления а уже мы видели что интенсивность очень сильно меняется вот и значит если реактор допустим работает стабильно и мы размещаем около реактора реактора то получается что разброс количества треков очень большой на много порядков от одних одних может меняться количество треков которые получаются казалось бы совершенно одинаковые условия но обычно обычно сказали бы что это очень плохой эксперимент что нет никакой воспроизводимости но я думаю что это на самом деле самое большое самый важный результат который получил Влада что вот такое именно вот это свойство явления это не плохая работа аппаратуры а свойство явления это первое но второе то что эффекты наблюдаются и когда нет включенного реактора и далеко от реактора фоновые фоновые треки появляются но с малой интенсивностью вреди реактора конечно они то с малой интенсивностью то с большой интенсивностью а там только с малой интенсивностью или очень малой интенсивностью вот и если около реактора то эффекты наблюдаются на расстоянии ну до 30 сантиметров а дальше 30 сантиметров уже наблюдается появление треков но только в холоде очень важные. Ещё такое удивительное явление, что исследовалась и тренировка. Вот если просто поставить какой-то экран перед детектором, то всё равно треки появляются. Если поместить конверт, то есть огородить со всех сторон детектор, то треки не появляются. А если этот конверт или контейнер открытый приоткрытый, то треки появляются. То есть выглядит это так, как будто нечто типа например пыли, которая летает в воздухе. Может быть вот эта пыль активируется излучением реактора. И вот эта пыль активированная уже садится на поверхность детекторов и может проникать контейнеры, если они не закрыты. И там уже делать своё дело. Вот. А количество пыли в воздухе оно очень зависит от многих факторов. от влажности воздуха, от погодных условий, от того, например, когда была влажная уборка, помещение проведено. Ну вот такая странная пока идея, которая может объяснить вот это вот огромное непостоянство. И то, что вот эти вот эти вот эффекты, они так вот пролезают контейнеры, которые приоткрыты, и нет контейнеров, которые допечатаны полностью. Ну вот, точно вот то, что я могу сказать в коротком сообщении. Саш, спасибо. Огромное спасибо. Извини, наверное, это я был виноват. Все-таки, когда я тебя, как ты говоришь, вывел на большой экран, то у тебя что-то получилось. А до того не получалось. Скорее всего, это, видимо, моя вина была. Друзья, ну, позвольте мне пару слов в заключении сказать. Еще, я уже тут говорил, но еще все-таки скажу. Вообще, картина довольно я бы сказал пока еще удручающая. Мы никак не можем нащупать никакого какого-то более или менее интересного, интересной идеи, связанной вот с этими, как я их называю, неизвестными частицами. Потому что их, еще раз скажу, странными называть, лучше не называть. Неизвестными частицами. Вот здесь что приходит на ум. Вот если кто занимался и читал как электричество вообще развивалось, я думал, что мы занимаемся похоже на открытие и исследование ядерной физики. Но теперь мне начинает казаться, что в связи с этими частицами наши работы очень сильно напоминают открытие и исследование электричества, которые по сути дела начались в середине и начале 19 века. Когда там еще лапки вот эти лягушачьи исследовали и так далее. И там вот это была проблема получения электричества. И вот как только люди научились, Фарадей научил по сути дела, как только люди с помощью своей магнитной индукции научились получать в большом количестве электричества в нужном, то дело пошло на лад. Поэтому видимо нам надо научиться получать вот эти неизвестные частицы в большом количестве. Пока они в малом. Слава Богу, потому что они как нам почти очевидно являются очень и очень вредными. Еще одну вещь я хотел обратить внимание. Вот Боб Гринье сегодня говорил о магнитных свойствах. я обращу внимание, что вот в нашем темном водороде, который мы с Бараном продвигаем, одно из основных свойств это огромные магнитные поля, которые могут они порождать. Это связано с тем, что там релятивистские электроны внутри вращаются и они создают такие мощные магнитные поля. Но совершенно справедливо сегодня говорил и Климов о том, что по-видимому электрические свойства тоже не чужды для особой для этих частиц неизвестных. И управлять ими можно не только с помощью магнитных сил, магнитных полей, но и электрических полей. И вот как-то так странно получается, что вот этот темный водород, он и электрические силы, хотя он нейтральный, но сейчас не буду в детали входить, он электрические силы тоже очень хорошо воспринимает. Суммируя, можно сказать так, что мы находимся еще очень и очень далеко от Максвеловской теории электромагнитного поля, в кавычках. Это касательно теории неизвестных частиц, и как мне кажется, в результате возникнет теория этого холодного синтеза. Друзья, у меня еще есть один вопрос. Все вы знаете мой адрес, если можно, пожалуйста, пришлите мне короткую, кто хотел бы выступить, потому что уже люди поняли, чем мы интересуемся, куда мы двигаемся, может быть, этот стиль, те, кто нас слушает, участвует в вебинарах, могут поддержать, прислав свои предложения по выступлению. Не обязательно часовые, не обязательно очень мощные, 15 минут. На этом я заканчиваю. Спасибо тем, кто пришел. У нас, кстати, 18 человек. Сегодня все время растет наше число. У нас было два человека из Америки, один из Северной Америки, имеется ввиду, Замилов из Флориды, а Надеждин из Канады. У нас был человек из Чехии, сегодняшний выступающий. У нас два человека из Киева, и у нас много народу из России, в том числе не обязательно из Москвы и даже не из ближайшего Подмосковья. То есть представительство довольно хорошее. На этом всем спасибо, я заканчиваю наш вебинар. Следующий вебинар состоится в следующую среду. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Ссылочки я выставил, посмотрите.